На живописном берегу реки в деревне Кривцово уже второй год подряд проходит молодежный форум Олимп. Более ста талантливых ребят собрались здесь для того, чтобы обсудить участие города Иваново в конкурсе «Молодежная столица Европы-2015». Форум Олимп организаторы называют «Ивановским селигером». Каждый день к ребятам приезжают гости. Среди них политики, общественные деятели, эксперты. В течение недели в лагере будут работать четыре тематических площадки. С ребятами проведут семинары, тренинги. Молодежь научит правильно организовывать мероприятия и разрабатывать социальные проекты. Такие знания обязательно пригодятся, если Иваново пополнит ряды финалистов международного конкурса. Когда будет рассматриваться наша заявка как «Молодежная столица Европы», будет учитываться, насколько у нас яркие мероприятия проходят, насколько у нас молодежь яркая, насколько все красиво и необычно происходит, потому что скучно и сейчас уже неинтересно. На этот раз образовательный форум посетил глава города Вячеслав Спирчков. Общение с олимпийцами состоялось в формате режима вопросов-ответов. Спрашивали ребята о том, какие изменения ждут Иваново в ближайшее время. Будет ли переименован город в Иваново-Вознесенск? Коснется ли переименование улиц, названных в честь революционеров? По мнению Вячеслава Спирчкова, такие решения надо принимать обдуманно, предварительно узнав мнение большинства жителей. Если брать, то каждую улицу бы обсуждал, надо, не надо, почему так стоит вопрос. Потому что сегодня жители города, тот же подход. Я живу, допустим, на Фридрихо-Энгельсе улице. Наверное, как житель, я бы, наверное, не против был, если была улица Большая-Шелеметельская, как она была ранее. То есть хорошее, красивое название. Но люди, большинство людей сегодня считают, что вот те улицы исторические, которые сложились, они должны остаться. Затронули олимпийцы тему морального облика Иванова и преступлений, происходящих в нем. В частности, речь зашла о гей-парадах и педофилах. Этот вопрос прозвучал не от нас, не от представителей власти, а от аудитории. И то, что они готовы участвовать и сейчас в обсуждении этой проблемы, и бороться с этими негативными явлениями, и участвовать в общественных слушаниях, будь то слушания на областном уровне или городском, это их позиция гражданская. И чем больше будет людей здесь, которые свою гражданскую и нравственную позицию могут сформировать и высказать, и не бояться этого, тем нам проще потом свои приоритеты выстраивать в работе и с молодежью, и вообще с обществом. Все интересные идеи, озвученные во время форума, обязательно будут взяты на вооружение оргкомитетом по участию Иванова в престижном международном конкурсе. Олимпийцы верят, что на этот раз жюри отдаст предпочтение ивановцам.